Привет, с вами Крюкова. Меня зовут Ольга. А меня Алексей. Сегодня мы поговорим с вами о подарках. О подарках для женщин в первую очередь, потому что выбрать подарок для женщин это большая головная боль. Невозможно угодить. Бывает слишком дешево, слишком дорого, банально, не подошло, не тот цвет. Ты же знаешь, что я никогда не одеваю. Ты знаешь, что это не дешевле. Это неправда. Это неправда. Можно я отдам это маме? Мне нравятся все твои подарки. Ты вот сейчас так говоришь, как будто бы ты мне даришь подарки, и они мне никакие не нравятся. Это же неправда. Вот сегодня мы поговорим о подарках, которые тебе нравятся. Которые мне понравились. Которые ей понравились. Итак, номер один. Подарок бюджетный. Это подарок, когда у вас нет денег. Ну, практически нет денег, да? То есть, что? Пошли в магазин и купили гелевый шарик, сердечко, гелевый шарик в форме сердечка, бумажное сердечко, открытка сердечка. Сердечко прилепили на стену. Когда денег нет совсем, взяли белые листы и вырезали этих сердечки и расклеили по всей квартире на иголочке, на булавочке. На них написали какие-нибудь прилагательные. Очень приятно. Прекрасное. Самое любимое. Самое нежное. Ты просыпаешься с утра, и у тебя по всей квартире прекрасное, любимое. И главное, я один раз мне муж дарил такой подарок, и ты находишь эти сердечки в самых разных местах. В кошельке, даже в холодильнике, в ванне, везде-везде, в сумке. Не просто даже вот они где-то там наклеенные, а именно вот в разных разных местах, и находишь их целый день. Это очень приятно и очень недорого. Это совсем недорого. И растяжка сюда же относится, да, к этому подарку? Да, в магазинах оформления праздника есть растяжки, на которых написано «С днем рождения, с 8 марта». Стоит это тоже недорого и тоже приятно. Главное незаметно натянуть, потому что когда вы натягиваете в спальню, она спит, надо перепрыгивать через нее очень аккуратно, чтобы не наступить. А еще растяжка у нас конкретно сохранилась, на которой написано «Ты в сердце моем навсегда», по-моему. И она мне ее повесила, я ей купил и повесил, а она взяла ее же, повесила мне назад, через 10 лет. Я забыл, что это я купил. То есть очень экономно. Это же было подарком и сюрпризом, и ему было очень приятно. Это очень экономно. Подарок номер два. Подарок номер два, назовем его классический. Это драгоценности, да, драгоценности бывают разные, драгоценности бывают хорошие, драгоценности нравятся женщинам всегда. стоимость этих подарков заметно отличается от подарка номер один ювелирные украшения с камнями немножко дешевле чем с бриллиантами чем с бриллиантами да в магазине выбор большой различных камней можно выбрать а женщина в основной своей массе разбираются в этих камнях и вам скажут но если вы заранее спросите какой-нибудь камушке какой не нравится какой подходит по имени по знаку зодиака может быть какой-нибудь набор у нее есть можно и серьги с чем-нибудь а вы к этому купите кольцо из нашего опыта я люблю очень гранат и я попросила мужа моего чтобы на день рождения мы выбрали перстень с гранатом мы объехали вместе весь город это был не сюрприз подарок но уже мне было приятно что он мне помогал выбирать он мне советовал он был вместе со мной во всех этих ювелирных магазинах когда мы один раз объехали посмотрели все что там было мы поехали второй раз вместе с ним и это было так приятно и когда в итоге мы купили невыносимо но это и в итоге мы купили мне перстень вот этот с гранатом вы можете видеть его на всех видео потому что я его ношу не снимая его очень люблю это одно из моих самых любимых ювелирных украшений кстати даже бриллиант может быть не очень дорогой бриллианты бывают малюсенькие при малюсенькие но бриллианты и поэтому не так не бойтесь я знаю что многие мужчины вообще не заходили никогда билирный магазин мы девочки больше любим большую синьки бриллианты и поэтому расскажи мужчинам чтобы они накопили денег продайте свою старую машину заработали янт пуска находят бриллианте меня это очкам не нравится украшение еще и считаешь это выброс денег еще и ношу обручального кольца потому что не нравится украшение обязательно все ювелирные украшения дарим в коробочке коробочки стоит рублей 500 многие подумают только 500 500 это под колье крутая да ну 100 200 500 рублей максимум многие подумают что это бесполезный выброс денег но поверьте самое крутое в этом подарке эта коробочка потому что достаете вау не других эмоций девочки главное когда мужчина дарит вам украшения броситься к нему на шее потому что он и на самом деле так тяжко это все выбирать искать если он делает сюрпризов если вдруг вам ваш мужчина подарил ювелирное украшение драгоценное не драгоценное сам вон сказать именно это я об этом всю жизнь мечтала в этом в этом они все фальш сплошная это не фальш я об этом говорю практически когда видео украшения мы так расплываемся что мы забываем о мужчине который стоит и ждет нашу реакцию а мы так забираем мы так радуемся этому украшению что нужно спросить размер кольца перетепить покупать или взять в девушке у которого не а там носит только незаметно взять дорогие мужчины если вы со своей дамы находится вне зарегистрированных отношений то вас нет штампа в паспорте нету свидетельства венчание света регистрации пожалуйста когда дарите колечко дарить его в открытой коробочке после закрытую коробочку девочки воспринимают как как что как желание сразу замуж сразу замуж да поэтому открыли еще в подъезде из открытой чешем чтобы все видели если будет двух свидетелей ничего не имел ввиду просто подарок поэтому ты мне все время даришься в открытых коробочках без коробочек чтобы я не подумала что ты не делаешь предложение в целлофановых пакетиках 1000 штук за 100 рублей и на всю жизнь на всю жизнь подарок номер три подарок полезный подарок полезный я очень люблю вещи которые мне пригодятся в моей жизни я люблю вещи которыми я буду пользоваться каждый день и поэтому мне такие подарки очень нравятся и соответственно я такие подарки стараюсь делать я знаю что очень часто женщины ходят что-то романтическое хочет что-то такое бесполезное нужно какой-нибудь плюшевый мишка величиной с камаз вот ну чтобы он стоял радостно во всей квартире чтобы мимо него можно было пролезть ползком в туалет и назад вот но женщины тоже любят полезно да но женщины порой тоже любит полезность подарки они выбраны с умом собачку статуэтку который стоит на шкафу и занимает полу квартиры вот мне такой подарок не очень нравится он стремится выбросить всегда из квартиры все наши сувениры желательно продать но все что вы нам дарите приятного да если вот где там каких-то праздников если это не коньяк мы выбрасываем мы не выбрасываем мы не выбрасываем я это отстаиваю полезные подарки но для неё поэтому думаем что ей нужно сегодня да вспоминать что разнимает ну полезно швейную машинку уж не знаю для кого для тебя для меня но швейную машинку дарил я давно мечтала швейной машинке но как-то у меня не доходили руки еще мало мне все время хотела отдать большую нашу швейную машину искал нет да он сказал нет и не споря на то что у нас большая квартира он сказал что этого сундука не будет стоять нашей квартире и подарил мне на день рождения швейную машинку не было очень приятно она кстати было не просто вот на тебе швейную машинку а я зашла стоит большая коробка а на этой коробке большой красивый бант она вся упакована я ее распаковываю это так приятно упаковка вообще до любой полезный подарок упаковываете в упаковку делаете вот такой красивый красный бант и прям на ура пойдет подарок и щипцы для волос фен фен какой-то здоровенный такой щипцы такие для волос еще одни были нам девочка надо много разных щипцов для волос поэтому посмотрите что хочет ваша женщина для волос она обмолвится обязательно проведет в магазин и скажет ой блин хотела бы ну ладно просто зайдите на экскурсию в магазин вот этих всех бытовых товаров и просто посмотрите что она хочет в пределах 1000 2000 рублей можно ну чё какие 1000 2000 щипцы для волос щипцы для волос маникюрный набор набор для педикюра мобильный телефон да приятная вещица есть мобильные телефоны iphone 6 есть iphone 6 в любом случае можно чахотами но можно если взять мобильник сюда можно новый мобильник он все пригодится и все будет приятно в общем вот так вот всегда и бывает полезные подарки они обычно скучные и унылые как и наши сегодняшний вот блок этого видео итак поехали дальше подарок эмоциональный подарок номер 4 это подарок эмоциональный то есть после этого подарка не остается никаких реальных вещей но остается масса приятных ощущений это самый любимый подарок да то есть для этого что нужно сделать нужно проявить немножко фантазии и устроить для своей любимой целый день какой-нибудь отдых может быть не целый день может быть два-три часа но давайте прием конкретно что можно подарить во первых это конечно же поход салон красоты поход в спа-салон массаж хамам баня то есть чтобы она ушла часа два-три с ней там возились заодно и создал и да и вы отдыхаете и она обалдеет и после этих трех четырех пяти часов она счастливая довольная потому что она вот понимает всю жизнь наконец-то удалось если у вас есть маленькие дети и ваша жена дни проводят в уходе за этими дни даже если это один ребенок а не три как у нас то если вы ее отправите в спа-салон одну даже на два часа а если на 3 на 4 поищите в интернете то она будет счастлива уже уже выйти из дома и ехать туда и она туда приходит и там просто чувствуете королевы в этом спа-салоне это мой самый любимый подарок я все время прошу его и вечер если это 8 марта если это день рождения то вечером я чувствую себя восстановленной я чувствую себя просто вот я парю на крыльях и этот праздник он не запоминается как что-то такое на встрече нету тяжелой усталости после проведенного праздника есть наоборот легкость и желание жить и радоваться жизни а женщина и девушка очень сильно любит заниматься им делом всякими там тонкостями какими-то там чуть-чуть удалить и обернуть и да что там подстругать побрить помыть соскоблить отодрать за дома красиво да это очень красиво подарок самый простой поход в ресторан до берете ресторан желательно чтобы ее удивить можно чуть подороже ресторан которым вы привыкли ну ранее ресторан а не кафе да и сходить если даже будет новый это уже будет интересно если вы когда не будет идете в какое-то место которое она не ожидает что вы ее поведете то есть вы все время ходили в разные там несколько мест одних и тех же а тут вы заранее заранее посмотрите что там хорошо что там все соответствует вашим ожиданиям проверить посмотрите чтобы не читать сколько за лево сколько за музыку да и надеваетесь наряжать сидеть а еще можно перед этим сходить театр удивительная вещь областные театры провинциальные очень недорого стоит билет я рассказываю для тех кто там никогда не был или кто-то был давно эмоции обычно на высоте пусть люди собираются в основе своей массе культурные перед вами выступают опять же люди очень культурные показывают обычно гораздо интереснее чем в кинотеатре и ваша женщина будет гордиться всем на работе потом рассказывать мой муж сводил меня в театр а после этого в ресторан а потом мы пошли в ресторан следующий подарок это нижнее белье те вещи которые женщины всегда нужны те вещи которые женщина хотела бы иметь очень дорогое очень классное и большом количестве и большом количестве много этого не бывает но есть одна хитрость и один секрет что нужно делать нельзя покупать самим потому что же мужчина что купит он купит обязательно красные трусы и красный какой-нибудь ненужный неправильный лифчик и сам будет очень сильно этому радоваться требовать чтобы все это смотреть этого это носила да это подарок будет как бы для вас а не для нее чтобы угодить ей и чтобы ей был по-настоящему приятно нужно подарить сертификат хороший бельевой магазин красивый сертификат а сумму шну как сможете вложить и удивить ее и она будет копит и будет ходить и балдеть и гордиться и вам показывать и вам показывать даже если вам будет не нравится фасон выгодь вау круто это мы-то фальшивые это мы-то фальшивые женщины подарок экстренный и очень романтичный это большое количество цветов покупаете 33 розы 45 роз 89 роз 115 раз а сколько есть денег только и покупаете 101 представляете завязывайте все ленточкой припираете и все подарок готов она счастлива в восторге заставляет вас подрезать руки в мозолях в кровоподтеках вы их режете подрезаете они стоят на то находят счастливой а второй момент это фотографируется она фоткается три-четыре часа во всех ракурсах раздетая скрывшись за них выглядывая раздета не было это у тебя не было но у других зайдите в соцсети посмотрите все женщины голые и за цветами так вот да хороший экстренный подарок много фотографий мне было энное количество лет когда муж мне принес букет и взрос равное количество этих лет я и я хотела с ним фотографироваться он у меня да да это было лет 15 назад он мне подарил 47 роз да это было здорово да это было здорово можно сюрпризом устроить вечеринку для своей дорогой то есть приглашать много друзей много ее подруг можно много общих друзей всех подговорить что это будет сюрприз все придут клиенте львить в кафе или у дома ей крикнуть сюрприз весело все ее поздравят цветочки и она будет очень рада главное потом чтобы ей не мыть посуду у нас был такой один раз легкий и приятный подарок был такой сюрприз когда наши первые дочки исполнилось полгодика и был определенный дефицит общения у кого есть дети знают за первый год жизни как бы немножко отталкиваешься от друзей тебя фокус внимания до меняется ты весь погружаешься внутри семьи уже в ребенка и через год как раз когда проходит ребенку где-то год и по женщине женское день рождения да и мужское день рождения он я обычно достаточно одинокий я сказала что нежненькие друзья я с ребенком и это вот как и ребенок и друзья и вообще я себе не представляю и он меня проводил гулять на улицу с коляской но я увидела что он очистил много картошки я думаю что это неспроста такое количество картошки но думаю ладно может на несколько дней я выходила гулять а муж не чистил картошку и когда я пришла у нас уже были гости несколько самых близких друзей несколько семейных пар они знали что у нас не будет такой бурной вечеринки бурно застолье но они пришли меня поздравим рождения меня порадовать мне было очень приятно мы несколько там часов посидели это не было совсем напряжено и день рождения мне запомнился тоже остались фотографии остались теплое ощущение и это он сделал что еще можно сделать бюджетного можно просто взять на свой телефон либо на ее телефон начитать наедно диктофон до который есть в любом телефоне начитать красивые приятные слова и потихонечку ей подсунуть включить это будет очень приятно как это делать сейчас современном мире да вот алексей мне дарил аудиокассету было тоже много лет назад уже купил диктофон для этого кассету воткнул начитал и подарил мне кассету завязанную вот в упаковочной коробке тоже с бантиком и я распечатала вставила а он мне подарил диктофон в котором была вставлена кассета уже и я была рада диктофона потому что он мне был очень нужен тогда и я еще включила кассету и а не до сих пор хранится где он мне сказал очень много приятных слов чем он меня купил да 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 а вот как сейчас это сделать диктофон в интернете писать письмо и послать в социальных сетях аудиозапись из спальни в зал и зал в спальне она за романтизм уходит она засыпает с гаджетом смотрит одним глазом и тут ей чирик и от тебя приходит аудиозапись приятными словами да да классно да очень романтично подарок может быть абсолютно любое главное когда вы о нем задумываетесь о подарке думайте о том кому вы будете вручать думайте о ней думайте а что было бы ей приятно и независимо от того какое количество денег у вас есть главное если у вас мысли сосредоточены в этот момент на ней подарок у вас удастся мы сейчас привели вот им 10 примеров подарка то есть начинает от абсолютно бесплатного до достаточно дорогого и все эти подарки будут поверьте мне очень и очень приятны потому что они были сделаны с любовью а вы дорогие девушки обязательно благодарите своих мужчин за подарок цените их потому что ваши мужчины сейчас смотрит это видео если вы нашли это видео раньше чем ваш мужчина то вы конечно же ему скинули чтобы он посмотрел он его уже смотрит это уже ценна значит он хочет сделать вам приятно он старается ломать голову он париться в ходе по магазинам он смотрит эти множительные предложения уходит с ума все для чего потому что у нас любит почему хочешь делать вам приятное мы уверены что у вас есть свои варианты хороших интересных главное нужных полезных подарков пишите обязательно в комментариях и пусть этот блок наши видео с комментариями будет полезно для людей которых немножко не хватает фантазии которые ищут идеи для подарка которые хотят быть разнообразным хотят сделать свой любимый по-настоящему шикарный праздник 8 марта день рождения новый год но главное чтобы был праздник который останется в память на всю жизнь если вам было полезно это видео ставьте лайки и конечно подписывайтесь на наш канал давайте дружить с вами были крюковы всем пока пока пока